Приветствую вас, мои родные, любимые, христолюбцы, братья и сестры. Христос посреди нас был, есть и будет. Всем желаю радоваться, веселиться в Господе, возрастать и умножаться в познании истины, которой есть Господь и Бог наш Иисус Христос. Через любовь к ближнему, уповая на Господа, отвернувшись себя. Давайте помолимся, и я хотел бы кое-что поговорить. Господь мой Бог наш, Иисус Христос, благослови, пожалуйста, эту трансляцию, устоговорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих. Да прославишься ты, пришедшего плоти, сущий и неизменный в логосе своем, Господь мой и Бог наш, имя которому любовь, явленная тобой от начала сотворения всеми делами твоими, а в последнее время благотворениями в плоти, даже до креста. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благослови, пожалуйста, трансляцию. Ролик хочу записать, ну, коснуться всех тем, на самом деле, и татуировки, пирсинг, какие-то там украшения, наряды, косметика, ну и что там еще есть-то, да и все, что есть, все вот это, всех этих дел. Ну, во-первых, заметили у меня татуировки и пишут, что там, ну, все это мракобесие, там типа цитаны и все это фигня. Я хочу разобраться, в принципе, с татуировками сразу сначала, ну, а потом в общем поговорить. Во-первых, я неудей, я всем сразу говорю, и я неудействующий христианин и неязычствующий христианин. И законы, данные обалдевшему Израилю, который слил тельца и Господь хотел его уничтожить, ко мне не имеют никакого отношения. Ветхий Завет я воспринимаю только как историческую книгу, только как духовно-назитательную книгу, если ты способен, и Господь тебе открывает ум к разумению Писания, и ты можешь и в Ветхом Завете найти для себя какие-то полезные вещи. Закон иудейский меня абсолютно не интересует. Бог, я не иудей, Бог со мной никакого Завета не заключал. Я заключил с Господом Богом, Иисусом Христом от начала сотворения своем в раю так называемом Завет о любви к ближнему. И когда упал, так скажем, при своем рождении и греховной жизни, после покаяния, Господь обновил меня и заключил с Ним новый Завет, а на самом деле тот же самый, который при рождении был, чтобы я любил всех на свете, уповая на Господа, отвергнувшись в себя. Вот это раз, к чему я говорю. Во-вторых, люди, приводящие ссылочки из Писания, с Моисеевым покрывалом, и вы сами иудеи, неважно под какой оболочкой вы находитесь, то я вот в очередной раз надеюсь показать таким людям и всем прочим, что Писание надо читать внимательно и не притягивать все, куда неизвестно, и не путать Божий дар с яичницей никогда в жизни. В книге Левит, 19 глава, 28 с них, тут даже не надо никакого контекста, я вот специально на бумажечке выписал. Кто хочет, обратитесь, там нет никакого контекста, там идет перечисление на самом деле. Господь говорит, ну а по сути Моисей, мы знаем, как давался закон израильский, там, как я говорю, правда, даже черт голову сломит, где там что написано. Сам Господь Христос, придя во плоти, сказал, что это не Господь, говорил, что можно давать разводное письмо о Моисей. Хотя мы читаем, как будто это давал Господь. Ради умершего, ради умершего, стих начинается. Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь Бог ваш. Во-первых, очень, да, важно не вырезать ничего. Как заканчивается Я Господь Бог ваш, так и заканчивается. И во Второзаконии, 14 глава, 1 стих. Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим. Воспоминая умершим, там разные переводы, смысл один. В память об умерших. О чем говорится в этих стихах ветхозаветных книг. Во-первых, мы видим, что это связано с умершими, то есть с какой-то традицией, как всегда с каким-то обрядом. Не зря стихи начинаются, что во Второзаконии, что в Левита. Я Господь Бог ваш. Во-первых, мы не видим ни о каких-то татуировках разговора. Это раз. Ради умершего не делайте на себе нарезов. Во-первых, нарезы. Что такое нарезы? Теперь одному Господу Богу известно. Все это было от нас очень далеко. О чем говорится, никто понять не может. Все эти кривотолкования пусть остаются на усмотрении лично каждого человека. Что там делали конкретно? Что-то делали язычники. Господь ровно такой же обряд, так как делали евреи, все пытался положить с теми же самыми обрядами, с противоположным смыслом. Или вообще запретить это делать. Что делали другие народы. И не накладывайте на себе письмен. Это раз. Письмена. Не написано изображение. Письмен. Письмена. То есть что-то выкалывали, какую-то мысль, какое-то слово, какой-то иероглиф, не важно, что там раньше было. То есть какую-то словесную мысль. Хотя, в принципе, я соглашусь, что не важно. Изображение, слово, какая разница. И во второзаконии мы читаем то же самое. Не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте еще и волос. Над глазами вашими, брови, что-то там выстригали. Опять же по умершим, в памяти умершим. Кто смотрел какие-то фильмы современные, какой-нибудь там National Geographic, я не знаю, что угодно. Я думаю, что любой человек, знакомившийся с людьми, давно живущими, с их обычаями, обрядами, и до сих пор существующими, посмотрите, до сих пор есть дикие племена на разных континентах нашей прекрасной богом созданной земли. И мы видим, что до сих пор все это практикуется. Это в любом случае все связано не просто с памятью об умерших. Мы все прекрасно знаем, что все народы всю жизнь думали о каких-то духах, о духах предхов, что эти духи дают какую-то силу, что с ними надо иметь связь, заказывать панихидки, молиться. Все это было всю жизнь в язычестве. Всегда. Здесь это мы по контексту, это уже как хотите, хотите воспринимать, что я говорю, хотите, нет, по контексту, можете толкование, читайте, какая разница, я вам говорю, или вы другому дяде верите. Вы верьте своему сердцу, а кого вы слушаете, не имеет значения. Истина, свидетельство истины в вас самих. Каждого человека просвещает Господь Бог, если человек с искренним сердцем обращается к Богу. А то, что мы уж слушаем друг друга, так это опять выбор каждого человека. Не нравится? Вон красная кнопочка, все знают, жмите и до свидания. Тут сказано, я Господь Бог ваш. Это делалось по умершим, это было связано с мистикой, мы видим точно, это связано с оккультизмом, и это связано с поклонением опять языческим богам. Господь говорит, не делайте этого, я Господь Бог ваш. Это было связано с опять обетом какому-то богу. Это было связано с каким-то пониманием связи с духами умерших. Сто процентов. Я говорю, посмотрите любые передачи, почитайте книжки исследовательские о народах древности. Мы все прекрасно знаем, что такое язычество. Вот от этого язычества все время Господь пытался отвратить. И говорит, я Господь Бог ваш. И второзаконный, наоборот, начинается, вы сыны Господа Бога вашего. Все то же самое. Что касается меня. Во-первых, что касается Ветха Завета, и что касается Нового Завета. Ветхом, знаете, любимая фраза, не делай. Не делай этого. Настолько народ бестолковый, что ему надо было, ему уже делать, говорить, что-то бесполезно. Ему уже Бог говорил, не делай. Адаму он говорил, возделывай, храни первому человеку. Дальше покатилась, поехала по наклонной. Не делай, не делай, не делай. А что делай, все равно не делали. Господь, придя на землю, говорит, делай, делай, делай. И потом говорил, не делай. Но в принципе, по той же самой схеме, что он сделал отра, возделывай, храни, а потом пытался безумного человека все время держать от падения еще ниже. Господь говорит то же самое. Он сначала говорит, как делать, любить друг друга, а потом не судить, и пошло-поехало. Для бестолковых. Если ты будешь любить, тебе ничего потом не делать не надо. Твоя любовь все вытеснит. Ты люби, и не будешь не любить. Но когда мы не хотим любить, тогда Господь говорит, хотя бы не делай этого. Хотя не делать ничего бесполезно. Ты все равно будешь что-то делать. Ты будешь делать либо зло, или добро. По сути, Господь, кто знает, как написано Евангелие, как Господь ходил по земле и говорил, он все время призывал делать. Я сколько раз притыкался в книге Деяния на этой фразе, когда Яков, как бы от лица Якова написано, что вот, и не делайте, помните, после того Юрусалимского собора в 15 главе книги Деяния, что вот, и не делайте того, чего не хотите себе. Думаю, ну почему, если в Евангелии мы читаем, что Господь говорил, чего хотите, чтобы делали вам, то и другим делайте. Оказывается, приписка. Нет, это вообще ни в одной греческой рукописи, какие сейчас дошли, нашли, в музеях лежат. Нет этого нигде слова. Не говорил этого Яков. А я притыкался, думаю, ну что же Яков такой вот говорил. Оказывается, не Яков, а кто-то приписывает, как всегда. Поэтому вы как хотите, слушайте Евангелие. А мне Господь говорит, да, не делайте на себе нарезов по языческим богам. Я Господь, Бог ваш. А по мне можешь сделать. Нужно, хочешь сделать. Это будет проявление любви. Я Господь, Бог ваш. И ты, Сын мой. Вот я вам скажу. Я татуировки делал с 18 лет. Первая татуировка, по сути, была посвящена моему совершеннолетию. Я татуировки считаю нормальным делом. Это раз, это общее. Я объясню почему. Потому что тело мое, я в новом завете с Богом. И мое тело храм Господа Бога моего, Иисуса Христа. Ну, Господа моего и Бога нашего, конечно, Он Бог всех. Я не знаю, Господь ли Он ваш, потому что я делаю, что говорит мне Иисус Христос. Поэтому Он мой Господин. Я делаю, что Он, придя, сказал мне во плоти. Он сказал, я пришел во плоти, и во мне вся полнота божества телесно вот явилась. И уж за три года Он успел сказать мне все, что Он хотел. Даже с преизбытком, и как я вам в Евангелии показывал, по много-много-много раз кругами мне это говорил, чтобы до меня это дошло. Он сказал, что тело мое, есть его храм, есть его скиния живая. Потому что я живой, я не деревянный и не мертвый. Я скиния. Там в Новом Зайте употребляется слово не храм, а скиния даже. Потому что мы живые, мы не мертвые. Мы не кирпичи на одном месте стоящие, а скинию, кто знает. Это был сундук, обтянутый кожей, ну, животной. Кожей животной. Правда, не человек, кто-нибудь подумает. Нет, кожей животных обтягивали. Козляча там или какой, я уж не помню. Надо читать там в этих второзакониях. Да это не суть, важно. И ее носили. Хотя бы по образу, что Господь живой и ходит с израильским народом хоть как-то. Ну, вот Соломон решил его умертвить окончательно. Хотя Господь и скиню никакую не хотел давать. Вы прекрасно помните. Он ходил с ними, так явно явился народу еврейскому. И ходил с ними, вывел их рукою, как ребенка взял за руку из Египта. И был днем в столпе облачном, а днем в столпе огненном. Или как там, ну, как-то так вы помните. Нет, они все равно себе идола льют. Господь говорит, хорошо, вам нужен видимый образ, ну, ладно, сделаем скиню хотя бы, которую надо таскать с собой. И сами ходите, как Авраам, не вздумайте нигде оседать. Вот ходите, будьте странствующим народом, ибо ваше отечество на небесах. Нет, вот они все равно осели, осели, все равно надо храм построить. Давид замышляет это богопротивное дело. Господь его вразумляет через пророка. Нет, Соломон опять упирается, надо построить. Ну, строй. Только что Давид сказал, что не надо этого делать. Не надо. В семени твоем настоящий храм воздвигнет Бог через Деву Марию. И в этот храм, этот храм и будет храм Бога Живого, Иисус Христос. Но он оказался не просто храмом, а сущим воплоти Богом. Все. И мы такие же, мы его образ и подобие. Мы все скинии, сказано в греческих, именно слово это употребляется. Поэтому мы все скинии Бога Живого. А сердце мое святое святых. Именно в этой святая святых шахина Божия, как там есть еврейское слово, присутствие Божие. Именно в этом сердце со мной пирует Господь. А храм Божий, что-то вы все и скинию, ой, вы почитаете, как эту скинию-то украсили. И кольца там понаделали, и золото там обложили, и самые дорогие тряпочки. И все там самое-самое-самое-самое лучшее. Так если мой храм, мое тело, скиния Бога Живого, в которой святая святых, за завесу, в которую я умом первосвященник присутствую, или священник и Господь мой, тогда первосвященник, там как угодно образы складывать, я думаю, вам смысл понятен. Так я что, за своим храмом не должен ухаживать? Я что, свой храм украшать не должен? Каким образом? Это мое личное дело. Хорошо, во-первых, свои татуировки до покаяния. Я делал до покаяния. Я не был ни евреем, никакой конфессии не принадлежал, никакой даже религии. На моем теле я делал отпечатки моей жизни. Мне это нравилось, я считаю это красивым. По моему телу можно читать мою жизнь. Можно, да. Ну, опять же, кто там, это не для кого, я делал это для себя. Люди, кто-то фотографируется себе на память, перебирает фотографии, а мои татуировки мне напоминают мою жизнь, ступени моей жизни. Все. Дальше вам говорю, после покаяния. Я после покаяния, через несколько лет, специально делаю татуировку. Достаточно большую и посвященную именно Господу моему и Богу нашему. Более того, если Бог благословит, я еще хочу сделать. Уже давно хочу, пока нет Божьего благословения, а хотеть хочу. Зазорным это не считаю, считаю это хорошим. Дальше. Здесь сказано, что я Господь Бог ваш, и вы дети Божьи. Мои татуировки до покаяния обозначают мою грешную жизнь, а мои татуировки после покаяния обозначают, кто мой Господь и Бог мой. И кто этот Бог по плоти, и кто этот Бог по духу. Поэтому мои татуировки после покаяния, по мне, можно сразу определить, кто мой Бог и чей я сын. Мой Бог и Иисус Христос, пришедший во плоти, распявшийся за меня. Имеющий уши, да слышит, а имеющий разум, да уразумеет. Поэтому мои татуировки после покаяния, в отличие от этого левита и второзакония, человек, посмотрев на меня, сразу поймет, кто мой Бог по плоти и по сути, по природе. И каково его имя, и как он его явил мне, грешнику. И сразу поймет, чей я раб, чей я сын, и кому я уподобляюсь. А мои татуировки до покаяния, я даже стирать, как мне говорят, смотри, во-первых, это невозможно. А если бы было возможно, я это никогда не сделаю. Потому что мои татуировки до покаяния, опять мне напоминают, кто я такой, и что сделал для меня Бог. Бог простил мне все мои грехи, и из грешника сделал меня праведником. Поэтому, кто такой Бог, и каково его имя, мне напоминают и татуировки до покаяния, и татуировки после покаяния. Потому что я, в отличие от некоторых, не забываю, что Господь очистил мои грехи. И явил мне свою любовь, безмерную и бесконечную. Так что вот так вот. Поэтому я ровно, как Господь сказал, помните, вам сказано в Ветхом Завете, не наносите татуировки, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не злословь, не обижай. А я вам говорю, нанесите татуировку во имя меня. Вот так вот я понимаю. Ветхий Завет и Новый Завет. Вам сказано, не делайте это, а сделайте любовь. За меня даже тело мое проповедует, даже когда я молчу. Возможно, когда меня будет омывать или распинать, или еще что-то делать. Ну, а омывать я, может, при смерти, или еще где-то. Молча мое тело будет за меня проповедовать. Да, смешно смотрится, что люди наносят на себя татуировки, не относящиеся к этой жизни. Да, человек, допустим, отсидевший, ни разу не открывавший Евангелие, и там весь искалывает себя куполами, ну, смотрится по меньшей мере, действительно, зачем ты это делаешь? Ну, зачем? Человек все в жизни делает с каким-то смыслом. Вот и все. Поэтому я в этом вижу даже не то, что что-то никуда... Господь в мире, и вот мы приближаемся к чему, к общей теме, Господь в мире не создал ничего плохого. Даже в кавычках эта проклятая земля и тело, и наши кожные ризы, они неплохи сами по себе. Ибо Господь, премудрость Божия не соединяется и не входит ни во что не чисто. Господь, абсолютный Бог, воплотился в абсолютного человека. Ну, по сути, Он и есть этот Бог. Если бы это тело наше было само по себе греховно, Бог бы не воплотился и не принял бы и как угодно эти слова употреблять, а то еще подумайте, что я там... Есть просто всякие эти, так называемые, ереси, там где Бог воспринял плоть. Я исповедую Иисуса Христа сущим Богом. Хотя эти слова означают одно и то же. Воплотился Он там, вочеловечился. Слова можно ругаться из-за них. Ну да, вот простое слово. Иисус Христос – Бог. Все, этим все сказано. Вот для меня этот Иисус Христос есть Бог. И этого Бога, да, я исповедую всем. И словом, и делом, и телом. Мы благотворим, благословляем и благомыслим. Вот у меня все, все. Я творю и говорю, и все это проявляю во всех своих возможных вариациях. Вот. Поэтому я считаю, больше того скажу, что если человек на себе хочет натуровать Христа, там что-то связанное с Евангелием, неважно, какие моменты, какие сюжеты Евангелия, я считаю, это очень хорошо. Даже хорошо. Если человек этого не стесняется, если человек это исповедует, пожалуйста. Но это не говорит о том, что я всех призываю к этому. Это кому нравятся татуировки. Кто их делает, все равно. Не все равно, в смысле, а раньше делал, потому что ему нравилось. И теперь он хочет дальнейшую свою жизнь, дальше на себе рисовать историю своей жизни. Пожалуйста. Я считаю, что это очень хорошо. Я в этом убежден. Поэтому все, что ты делаешь со своим телом, это храм Божий. Плохого в этом ничего нет. Мы проповедуем Христа и словом, и Евангелием, и картиночками, и чем угодно. И вот кто-то может даже молча. Да, я веду безбрачный образ жизни. Да, я живу в деревне, мало с кем общаюсь. Я не бываю на речках почти, там, по болячкам сейчас. Я не хожу в бане. В принципе, меня никто не видит. Вот. Ну, если это случится когда-нибудь или случается, сейчас меня, да, меня почти никто вообще не видит. Там, раздетым или еще каким-то. Уже много лет. Вот. Ну, если это случится или случается, ну, просто я говорю, я там ни к врачам не обращаюсь. У меня поэтому я даже такое сейчас редко. Ну, если такое случается, я даже телом своим проповедую. Вот и все. Так что я считаю, это дело Божье. Потому что в мире нет ничего плохого. Вопрос, куда ты все, чем ты служишь Богу? Любым даром. Любым его тебе даром. Бог тебе дал 10 рублей, вот как ты им послушаешь? Бог тебе дал это, как ты это послушаешь? Всем. Всем. Бог тебе дал здоровый пальчик, чем ты им будешь? Выкалывать глазик кому-нибудь или гладить кого-нибудь? Вот и все. Вопрос, что, куда мы употребляем? На любовь к ближнему или нет? Я это употребляю на любовь. Потому что проповедь есть любовь к ближнему. И я проповедую всем, чем только могу. И для меня это очень полезно, очень назидательно. Я помню всегда о бывших прощенных вне грехах. И я помню, каким образом Господь эти грехи омыл и простил мне, явив свое имя. Вот. Поэтому все меня осуждающие, обличающие иудео-языческие христиане, вы на себя смотрите. Вот вам. Левит в второзаконии. Во-первых, даже это не противоречит даже этому. Мы ничего там не понимаем, что там дано было. Там все, во-первых, связано с умершим, с духами, с оккультизмом, с мистикой, с языческими богами, как всегда. А не с Богом. Они это даже ради Бога делали хотя бы. Помню, что они иудети. Но мы знаем вечную историю израильского народа, иудейского, вообще всего. Вот. Так что вот так вот. По поводу всех этих тех же самых пирсингов, украшений, нарядов, надо понять простую вещь. Заповедь одна – любовь. Любовь мы проявляем в делах любви. Дела любви в мире разнообразные. Вот этот весь какой-то снобизм, неизвестно кем, какими злыми сердцами придуманными, которые ни любви не вкусили, ни от кого-то, ни сами ее никому не дарят. Любовь проявляется в делах. И не только в скорбях спасать кого-то, дать лишний кусок хлеба. Да нет, мы дарим и радость. Ну, что же своим детям тогда, или своему мужу, или жене? Ну, брось ему заплесневелую корочку хлеба на стол, и все, скажи, вот тебе ужин. Че ты? Мешок поди, под картошки вырежи, вот так горловину, одень и ходи. Че ты покупаешь? Штаны себе, майку покупаешь. Вот мешок за 20 рублей, купи себе. Хочешь, я пришлю, у меня много старых мешков. Пожалуйста, дырку прорежь под горло, под рукава, одел на себя и ходи. Как раньше крестьяне, они ходили не от хорошей жизни в таких лохмотьях, в рубящих. Че ты покупаешь себе одежду? Че ты моешься? Зубы чистишь. Зачем? Ну, уходи, как свинья. Тело же противно, Богу противно, мерзость. Тело – это храм, это скиния, если правильно выражаться по-новозаветному. А то это слово вписали, оно теперь в голову нам врезалось. Мы не мертвые, мы не кирпичи на земле стоящие, мы скиния Бога. Хотя бы этот образ, хотя бы евреи таскали ее. Ну, вот пусть образ тогда, что нас ангелы таскают. Если уж образ храма, то там есть святая святых, сердце, там Господь, да. Мы дарим любовь. Жена должна радовать своего мужа, она не должна как бомжиха ходить. Да, понятно, она не должна там, выходя, мусор выкидывать или в магазин на две секунды, вся там разукрашивается, вдруг ее какой мужик увидит. Да у тебя есть любимый муж, на улице ты можешь бегать как хочешь. А вот домой приди, приведи себя в порядок. Ты должна на кухне стоять как модель. Вся в порядке, вся красивая, вся ухоженная. А на работу можешь ходить действительно как хочешь, хотя там тоже люди. Там братья и сестры твои по плоти, может есть по духу. Мы друг другу радуем. И внешне тоже. Мы любовь оказываем через этот внешний материальный мир. Подали стакан воды, сделали кофе. Ну что же вы дома понакупили? Чай, кофе. Ну и пейте одну воду и хлеб. Че ты? А че ты в кофе сахарок кладешь? А че сливки доливаешь? А че то, а че сё? Мне вот эти обличители пишут. А че ж ты от миска не откажешься, животину убиваешь. Че это себе? Ущемить себя вот так не можешь чуть-чуть в очреве-то. Мертвичину в себя суешь. Там Бога нету. Бог тебе сказал, будешь семечки есть вон. И плоды от деревьев. Че это ты тогда туда не посмотришь? Повыше чуть-чуть. Того быдлятского закона, который дан еврейскому народу. Все вот эти фарисеи, это просто беда какая-то. Есть любовь. Любовь доставляет радость, счастье ближнему. Делай, че хочешь, лишь бы ближний твой был счастливый. Бог убийцам своим подавал жизнь. Бог эту чушь не осуждал никогда. Богу стали голову мыть, Иуда там весь вознегодовал. Ой, да что ж такое-то? Маслица на Бога потратили. Да вот, потратили. Голову помыли. Вот вот эти Иуды. Все это пусть каждый делает, что он хочет. Если любимому это нравится, пусть делает. Человек себя украшает, пусть украшает. Чего мы лезем все время в чужую жизнь-то? Какая тебе до него разница? Господь сказал, ты не будешь судиться по чужим делам. Бог тебя спрашивать не будет. Как тот, как тот. Бог сказал, ты будешь судиться по своим делам любви. Ты любовь оказал этому человеку какую? Нет. На каком основании ты его судишь? Нет. Ну про осуждение я ладно, я хочу отдельный ролик опять записать. Все вот это внешнее, весь внешний мир. Вот рубашечки, маечки, помадка даже. Женщина, да. Она разная. Мужчина разный. Женщина может что-нибудь так накраситься. Мужу приятно? Приятно. Ну да. А мы едем куда-то. Нам хочется сменить обстановку. То, сё. Почему муж не хочет или женщина не хочет, чтобы муж сменился внешне чуть-чуть? Да, порой чуть-чуть перекрасил, уже как будто другой человек. Да, это здорово. Бог мир создал прекрасным, разнообразным. Он не создал серую тьму и не кинул человека в какое-то грязное болото. Он создал прекрасный мир с прекрасным разнообразием, красотой, видоизменяемостью. У нас есть и зима, и лето, и осень. Сегодня красивые. И один листочек от другого очень сильно отличается. Один желтый, другой оранжевый, третий еще зеленый, серенький. И посмотрите на осень, как она прекрасна. Чего мы судим другого? Он не такой, как ты. Все в платочек нарядились. Да ходи ты в своем платочке. А что ты платочек разный покупаешь? Что-то у вас там магазины, там такой выбор. Там рисунок на рисунке. Ой, я в платочке. Ну и что ты в платочке? Да у тебя этот платочек за миллион долларов весь в тразиках. Да ты нищему подай платочек. Да вон та блудница без платочка святее тебя. Она половина того, что от блуда зарабатывает, на нищих тратит. А ты платочки в тразиках покупаешь. Чушь собачья. Заповедь одна. Любить друг друга. Любить. Эти дела проявляются в радости. И какая мне разница, как я дарю радость другому? Одному сейчас это хочется, другому это. Все в систему. Все в палку. Да одному хочется сейчас это мороженое. Другому порой мороженого не хочется. Он этого не хочет. Что ты ему будешь впихивать его? Да ты сделай, что человек хочет. Что он просит от тебя? Никогда не откажи. Ну понятно, не то, что он себе просит голову отрубить. Все надо с рассуждением всегда. И вот эти глупости и чушь, эту и буквоедством этим не заниматься. Заповедь одна от создания мира. Любовь. Любовь. Все. А она проявляется в делах любви. А дела любви это радость для человека. Радость и добро человеку. Доброе дело какое-то. Порадовать. Развеселить его. Что для этого нужно? Что мы будем все время разбирать? Да все знают, что такое любовь и радость. Господь ничего нового пришел, не сказал. Ничего, чего он не сотворил в начале мироздания, не вложил в сердце каждому человека. Любовь, счастье, радость и мир. И веселье. И наслаждение. И разнообразие. Бог все это создал. Не надо богохульничать. Вот это какое-то законничество. Да это все быдлять и не дано. Вот таким, как мы. Которые уже дошли до какого-то безумия. Как всегда. Бог есть свобода. Бог есть любовь. Ты обличать или согрешаешь? Может, только человек, который против лично тебя согрешил. Ты обличаешь. Это не дело любви. Господь нигде обличения делом любви не называл. Он и сказал, что если согрешил против тебя человек, то тебе любовь не оказал. Вот тогда выскажи ему. Это же не дело любви. Это способ, средство, дальнейшее действие примириться, вернуть эту любовь. Потому что она нарушена между вами. Что-то случилось. Тебя брат обидел лично. Да, скажи ему. Осудить всех подряд. По струнке ставить. В систему какую-то собственную голову. Придуманную. Возводить. Кто тебе это давал? Вообще какую-то систему придумывал? Да никто. Бог сделал краски. Бог сделал иголочки. Бог сделал железо. Бог все это дал. Человек берет это, делает и творит из этого по образу Божьему. Он творит, украшает все. Это все от Бога. Иди в пещеру тогда, заройся и сиди там. Если у тебя любви никому нету. Если ты всех судишь все время по своей бреду, по своему голове. Истина есть Бог. Бог есть любовь. Ты возьми, кому-нибудь доброе слово себе выдави. Ты всех обличаешь, всех осуждаешь. В тебе любви нет никакой. Ты никому радости в этот день не доставил. Того, кого ты обличил, осудил, позлословил, ты ему доставил злобу и ненависть. Все. Ты сотворил зло человека. Он тебя не просил. Ты никто для него вообще. Ты сегодня кому-нибудь доброе слово сказал? Нет. Ты кому-нибудь доброе дело сделал? Нет. Ты об этом подумай. Заканчиваю я и начинаю всегда так. Потому что наше дело напоминает заповедь Господа. А она в любви к ближнему. В любви к ближнему. А это все чушь. В жизни вот этих вопросов. Вот там религиозные толмуты вам понадобятся. И каждый пунктик жизни распишут. Да все это лишь средство. Это все мир, который служит одним. Чтобы я себя созидал, строил в себе любовь. Через братолюбие. Почитайте Петра, как он об этом говорил. Верь я показываю. Ты-ты-ты-ты. Братолюбие. В братолюбии во мне открывается любовь. Ты никакую любовь мне не оказал. Ты меня злословишь. Ты меня осуждаешь, обличаешь. Ты мне руки никогда не подал. Доброго слова мне не сказал. И еще выдаешь себе, что ты любишь меня. Чушь и прелесть. Любите друг друга. Любите делами. А дела доставляют ближнему радость. Если ты убьешь по голове, и он плачет. Это не любовь. Это могут максимум делать родители, которым Бог им дал. Родители делают добро сначала детям. Их кормят, поют, заботятся. Ты кто такой? Ты мне что доброго сделал, чтобы ты меня осуждал? Кто тебя надо мной ставил? Никто. Бог. Вот Христос ходил, обличал кого-то. Бог сначала им жизнь дает. И все потребное для жизни, благочестия и веселья. Для жизни веселья и благочестия. И поэтому с них спрашивай. Ты что дал этому человеку? Ты кто ему? Ты его кормишь? Нет. Ты его поешь вином? Нет. Ты его от болезни спасаешь? Нет. Ты его учишь? Нет. Как по образу отца. Ты его защищаешь? Нет. Ты ему никто. И возносишься над ним. Осуждаешь, обличаешь, злословишь. Кто ты есть-то? Бог, отец и сын одно. Он человек подает все потребное для жизни, веселья и благочестия. И спрашивал тех, кто не верил, не уповал и не любил. Он за это спрашивает. С фарисеев, которые противились своему Творцу. Тебе что до соседа-то? Можешь что ему сделать доброго? Сделай. Потом, может быть, и спросишь. Ты сначала человеку добро сделай. Ты ничего ему еще не сделаешь, чтобы с ним что-то спрашивать. Ты кто ему есть-то? Ты сам в прелести, сам в осуждении, сам в злословии, в обличении. Бог тебя этого не заповедовал. Он это делал, потому что он Бог. Тебя он этому не учил. Он тебя учил ровно обратному. Не злословить, не судить и никого не обличать. Кроме того, кто тебя лично обидел, сотворил тебе какое-то дело нелюбви. Нелюбви тебя обидел чем-то. Лично, лично. И не оскорбление твоих липовых чувств верующего, да, относительно той фантазии, которую ты у себя в голове держишь. Нет. А действительно, сделает тебе какое-то зло. Вот так вот, братцы и сёстры, давайте воздадим славу Господу. Меня просто все вот эти иудеоязычествующие, я их даже христианами не знаю, как назвать-то. Это вообще непонятно кто. Вот, давайте помолимся. Господи, прости меня, дурака, за все, не знаю. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спасибо, что все подаешь нам в этой жизни. До счастья и радости не будем никому вскрывать мозг. Будем, как ты, подавать и добрым, и злым. Всем на свете. Никого лично никогда не осуждаю. А если брат мой согрешит, сестра, против меня, попробую примириться. Если лично против меня. И то, если я что-то ей подаю, если я хоть раз ей добро-то сделал. А то всех на круг осуждаю, обличаю. Прости меня, Господи, прости. Спасибо тебе за все, Господи, спасибо. Ты любовь свою явил на кресте. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Ой, беда, конечно, беда. Ну ладно, кому понравился ролик, ставьте лайк. Делитесь роликом. Все мои каналчики наверху. Адреса контакта для связи внизу. А полезные ссылочки. Справа. Всех хранить Христос. Пока-пока. До встречи в следующем ролике.